И вновь в Баскетньюз на канале Россия 24 готов вам рассказать Самые свежие новости из жизни баскетбольного клуба Нижний Новгород Неделя получилась насыщенной, но не слишком удачной в плане результата Впрочем, как всегда, обо всем по порядку Один свисток и финальная сирена обозначает нерадостный итог Какой получилась концовка принципиального матча с рижским ВЭФом Что русскому хорошо, то американцу тоже неплохо Обид Роттер остыл к полу и влюбился в русский бильярд благодаря нашей программе Голодный лось, нужный лось Авторы программы «Братство кольца» заморили голодом нашего маскота Ну а мы продолжаем просвещать жителей города посредством баскетбольного каламбура Наставник Тима Данкона и Тони Паркера Мог в ближайшее время заняться воспитанием мозгового и шведа В рубрике «За границами БКНН» В последние пару сезонов многие специалисты, сравнивая Единую лигу ВТБ и Чемпионат России Считали, что именно первый турнир является эталоном судейства в нашем баскетбольном хозяйстве Также рассуждали и в руководстве БКНН до последних минут матча горожан с рижским ВЭФом Бегут решающие секунды счет рамы и владения нижегородцев Центровой примыш Брежец падает от столкновения с защитником латвийцев И тут же, словно в футболе, получает технический засимуляцию Видимо, арбитры посчитали это падение картинным Мол, человек на 20 сантиметров выше другого не может рухнуть даже от неожиданного удара Словенец словно стал объяснять Ребята, вы что, американские экшены не смотрели? Но рефери парировали в стиле Не знаем мы ни про какие голливудские ухищрения Нас и здесь неплохо кормят Да еще и технически дали центровому В итоге, два точных штрафных Реализованное владение ВЭФом и догнать латышей уже не в нашей компетенции Ну, мне кажется, что разговоры о высоком качестве иностранных арбитров в Лиге ВТБ по сравнению с российскими, они вот этой свистком сошли на нет Я считаю, что свисток, который завершил эстонский арбитр преднамеренно, убил интригу в матче То решение, которое принял арбитр, там за две минуты до конца, когда очко в очко, и у нас как бы инициатива, мы догнали И какой-то нелепый технический фол, в результате команда соперника буквально за 10 секунд набрала себе 4 очка И, конечно же, тяжело, когда стоит с полторы минуты что-либо догнать Я не буду комментировать судейство, но считаю, что этот момент пускай рассмотрит судейская коллегия ВТБ, потому что так нельзя Самое интересное, что встреча и впрямь по нокалу не требовала какого-то вмешательства со стороны На протяжении всего поединка лидировали то одни, то другие, и вот она, рука правосудия, которая качнула баскетбольные качели в сторону гостей 86-82 Теперь ВФ идет наверх, а наша команда с балансом побед и поражений 4-4 вынуждена с удвоенной энергией биться за место под солнцем с более титулованными клубами в подгруппе Если же брать баскетбольную эстетику в прошедшем матче, то наши баскетболисты однозначно превзошли прибалтийского противника Не верите? Посмотрите весь поединок Итак, герои топ-3 Третье место, вот мчится двойка почтовая Бабурин обезмячил соперника в нападении и сразу два игрока НН на крыльях успеха рванулись реализовывать быстрый отрыв Семен Антонов не стал скушать судьбу изобретать велосипед, а доставил мяч точно по адресу Вторая позиция только появился на сцене и тут же пошел отдыхать с высоко поднятой головой Базарбит от Ивана Савельева, бросок вместе с сиреной пришелся весьма кстати для нашей команды на границе третьей и четвертой четверти И лучший момент в три передачи Брежец на Панина, тот движение на троттера, американец чуть подождал и в обратную дорогу послал мяч Вадиму Последний взмыл воздух и словно сказал, я не вижу ваших рук, латыши А вернее, я и не хочу их замечать Итак, первая строчка Вадим Панин Ну и давайте еще добавим позитива в эти выходные В Нижний Новгород пожаловала программа «Братство кольца», которая уже в течение нескольких месяцев рассказывает о участниках Единой Лиги ВТБ Особенно любопытным стало знакомство столичных гостей с Лосем Трюльником, талисманом нашей команды По задумке авторов рубрики «Из жизни маскотов» Лось перед каждой игрой выходит из леса, которым стал сквер на площади Минина Выходит, кстати, очень голодный Но почему-то на рынке съемочная группа пыталась подкормить его замороженной курмой, хозяйственным мылом или розами с шипами В общем, даже сами гости признали, что Трюльник по отношению к другим талисманам очень терпеливый товарищ Лось, надо сказать, был героичен на съемках по степени самопожертвования Спал на снегу, ел кору деревьев В общем, на такие жертвы мало кто из маскотов шел до этого И еще неясно, где Лось набрался сил для того, чтобы так выплясывать во время матча с Вэфом Если только бабушка, торгующая пирожками, ехала в той же маршрутке, на которой Трюльник добирался до Дворца спорта Судя по тому, как восприняли Трюльника на мытном рынке, персонаж он еще не слишком популярный в городе Оно и понятно, ведь появился талисман совсем недавно Впрочем, наша авторская группа «День ото дня» Различными способами пытается заставить жителей города знать своих героев хотя бы по имени Что общего между Филиппом Виденовым и Филиппом Киркоровым? Если честно, даже понятия не имею А давайте поиграем в игру Первое, что бросается в глаза общего? Филипп Виденов, Филипп Киркоров? Волосы Вы мне задаете такие вопросы, на которые я ответить не могу А кто такой Филипп Киркоров, вы знаете? Много, это же певец, наша звезда А кто такой Филипп Виденов, знаете? Пока не помню, не знаю А вы в баскетбол не играете в случае? Играем, играем Когда-то играем, сейчас не играем Нет, это баскетбол, сейчас работаем Вот это баскетбол Майкл Джордана только знаю А Филипп Виденов не знаешь? Нет А кто это такой Филипп Виденов? Зайка моя Я твой зайчик А какую песню после очередной победы исполнил Филипп Виденов? В лесу она росла Зимой и летом стройная Зеленая была По появившейся у нас информации Защитник Оби Троттер Не только меткий стрелок на баскетбольной площадке Но и, как удалось выяснить, на бильярдном столе Не мудрствуя лукаво, мы решили все это проверить на деле Ну и вот, Оби Троттер, собственные персоны Поговаривают, что большой бильярдист Ну и поскольку я в этом деле не силен Поэтому мы решили сыграть на русском бильярде С которым обе не очень знаком На самом деле, я уже давно играю в бильярд У этой игры с баскетболом много похожего Также нужна максимальная концентрация для попадания в цель Правда, в русский играю впервые Посмотрим, что из этого получится А в Венгрии удавалось поиграть? Да, и очень часто с центровым моего бывшего клуба шальнок Мартоном Бадером Я почему-то про него и подумал А семья у тебя есть? Да, жена и сын, которому три года Но так сложилось, что они живут в Германии Теперь понятно, почему ты часто проводишь время в бильярдном клубе Если говорить о баскетболе и сравнивать твой предыдущий клуб с нынешним Какое принципиальное отличие ты уже успел заметить? Здесь уровень гораздо выше Каждый может доставить неприятности другому клубу Хотя и в Венгрии мне удалось дойти со своим клубом до финала 4 евро-челленджа Что тоже заслуживает большого уважения Кстати, тогда я познакомился с разыгрывающим Ти Вейном Маки И сейчас у нас дружеские отношения А как в клубе складываются взаимоотношения с партнерами по команде? Никаких проблем со всеми хорошие, теплые и дружеские отношения В НБА мечтаешь поиграть? А я уже играю, правда, пока на приставке Неплохо, кстати, получается И за кого, если не секрет? За Мэмфис Симпатизируешь Руди Гею и младшему Газолю? Да, очень неплохие баскетболисты, как, впрочем, и вся команда А на самом деле болею с давних пор за Орландо Мэджик Жаль, что сейчас они потеряли Дуайда Ховарда, переехавшего в Лос-Анджелес И шансы пробиться в плей-офф невелики Если же говорить о моих претензиях на НБА, то пока это сложно Сейчас все мои мысли связаны с Нижним Новгородом Нужно постараться как можно лучше выступить в нынешнем сезоне Синь досталась отзорной Лукича за пять потерь в прошедшем матче с ВФ Да, было дело, он наставник строгий Но надеюсь, что смогу реабилитироваться в его глазах уже в ближайших поединках Ну а тем временем за дружеской познавательной беседой Мы с обе сыграли две партии, закончившиеся 1-1 И в которых американский защитник доказал, что русское сукно, как и русские обычаи, ему совсем не чужды Ну и в завершении рубрика «За границами БКНН», где мы решили обратить внимание на деталь, которая касается кандидатов на пост наставника сборной страны Удивительно, но, как уверяют журналисты портала чемпионат.ком, сборную мог возглавить маститый наставник Сан-Антонио Сперс Грег Попович По крайней мере, по их информации, Российская Федерация Баскетбола сделала ему предложение Только вот 63-летний специалист деликатно отпланил этот вариант Хотя и денег вроде бы готовы были выписать немало В общем, ответ нет по личным обстоятельствам А о ней эти личные обстоятельства в случае с Поповичем немало значат Ведь данный тренер руководит шпорами с Данконом и компанией уже 16-й сезон Поэтому вряд ли такого человека можно назвать легким на подъем Тем более, когда ехать нужно по другую сторону океана А на этом все Смотрите Баскет Ньюс на канале Россия 24 по средам И о главной баскетбольной команде в регионе вы будете знать практически все Редактор субтитров А.Семкин